Отменить и заменить Обама Керр пока не удалось. Республиканцы в Сенате США не рассчитывают на поддержку демократов, но и они не смогли выработать приемлемый законопроект даже для простого большинства в своей партии. Конгресс удалился на каникулы по случаю Дня Независимости. Впрочем, даже и без страховки в экстремальном случае любой американец может рассчитывать на медицинскую помощь. Речь не только о скорой помощи, но и о методах самых инновационных. Шанс выжить дают бесплатные клинические испытания, но оказывается только 6 процентов, например, онкобольных участвуют в подобных медицинских опытах. Люди с низким доходом и не белым цветом кожи, как правило, о такой возможности не информируются даже лечащими врачами. Почему? Елена Мещерякова навестила пациентов экспериментальной клиники. Когда небо упало на землю, Кейти Джонсу было 30. Он стоял перед зеркалом в смокинге. Это был день его свадьбы. Я не мог застегнуть бабочку под воротником. Смотрел на свое отражение и не понимал, почему она съезжает на бок. И пытался ее поправить снова и снова, пока наконец не сорвал в сердцах. И увидел вздутие на шее. Его там не было еще вчера. Сегодня там шрам. За 15 лет после свадьбы он так и не зажил. Классическая лимфома. Когда все варианты химиотерапии были исчерпаны, доктор дал пару месяцев на завершение земных дел. Когда мой доктор сказал, что больше ничего нельзя сделать, я понял, что мне никто не поможет, что все зависит только от меня самого. Я изменил образ жизни, я бросил пить сладкие напитки, начал принимать витамины и начал искать альтернативные пути лечения. Фотограф-любитель из маленького городка в штате Делавер прогуглил десятки сайтов, приглашающих на клинические тесты по всей стране. При всем богатстве выбора вариантов для бедных нет. Фармацевтическим компаниям, которые тратят в среднем миллиард долларов на запуск нового лекарства против рака, нужны состоятельные больные с хорошей страховкой и дисциплиной. Рутинные анализы, визиты к врачу, дорожные расходы, возможность не отходить от лаборатории месяцами, годами. Те, кто живет от зарплаты до зарплаты, скорее умрут, чем осилят такой научный эксперимент. У Кейти денег никогда не было, но он не поверил, что поезд ушел. В этом онкологическом центре в Квинсе много похожих историй. Он открыт для тех, у кого почти нет шансов на жизнь и уж точно нет денег на черный день. 3000 пациентов с метастазами и без страховок. По экстренному плану государственной программы Medicaid им положен достойный уход и безболезненный уход. В просторном и светлом отделении химиотерапии Квинского госпиталя на 14 мест есть все для удобства пациентов. И персональные мониторы, и искусственные цветы, и брошюры с позитивными откликами клиентов. Но не эти приятные мелочи скрашивают долгие часы под капельницей. Просто здесь надежда не умирает очень-очень, долго. По крайней мере, пока анализ крови больного дает положительную реакцию на клинические испытания еще не одобренных к производству медикаментов. Привилегией на фармакологические тесты в США обладают крупные академические медицинские центры. Обычная больница на окраине Нью-Йорка – исключение. К сожалению, пока больше неудачных испытаний, чем удачных, и люди все еще умирают от рака. Но единственный шанс продлить им жизнь сегодня – это дать лекарства завтрашнего дня. Подопечные Линды Булоны не запоминают название таких лекарств. На стадии испытаний это всего лишь набор буков и цифр. Для пациентов бюджетного онкоцентра даже внимательно читать инструкции и четко следовать указаниям выше сил. Зато кличку больничной собаки Эйден и мобильный номер медицинского куратора Линды они знают наизусть. Вдруг станет хуже или таблетку пропустишь. Здесь с этим строго. Трудная часть медицинского протокола. Ты должен прийти в тот день, когда тебе говорят и делать, что тебе говорят. А Патриция всегда немного сопротивляется расписанию. Но теперь она стала дисциплинированней. На третьей стадии рака груди Патриция принимала экспериментальный иммуномодулятор. Три фазы клинических испытаний прошли успешно. Американское управление по контролю за продуктами и медикаментами одобрило препарат. За что она благодарит? Сначала Бога, а уж потом медперсонал. Я иду на тесты с верой. Я христианка и верю в Бога. Когда у меня обнаружили рак, я попросила его дать мне еще 25 лет. Пять уже прошло, осталось 20. У опытной подопытной вскоре после излечения одной опухоли обнаружилась другая в головном мозге. Тогда Линда нашла для нее еще одно перспективное лекарство. Но как оно подействует на чернокожую пациентку, непонятно. Препараты будущего атакуют рак не на клеточном, а уже на генетическом уровне. А значит, расовые расхождения ДНК не могут сойти за статистическую погрешность. 85% накопленной в США информации по онкологии касается белых. Если взять оставшиеся 15%, это практически весь мир. Азиаты, чернокожие и латиноамериканцы. И мы не знаем, как целевая генная терапия на них повлияет. Как, например, отреагируют на препарат от желудочных обухолей азиатские некурящие женщины. Мы упускаем что-то очень важное и интересное. Для рынка США такой подход пока мало интересен. Спрос на передовые антираковые препараты диктуют белые небедные больные. А среди пациентов онкоцентра в Квинсе большинство меньшинства. Они выпадают из маркетинговой модели. Профессор Маргарет Кемени, первая женщина-хирург-онколог в США, создавала центр как открытый протест против скрытой дискриминации исследований. Это может случиться с каждым. Нет иммунитета против рака. Но в нашей стране люди с низким доходом и другим цветом кожи хуже справляются с онкологией, потому что они не могут себе позволить все, что предлагает современная наука. Кейти Джонс справился. Сам. Три года назад он прорвался на клинические испытания нового иммунного препарата в одном уважаемом медицинском центре. Чтобы регулярно ездить в Нью-Йорк, Кейти бросил работу. Долги росли, а опухоль наоборот. Я прошел через банкротство, я потерял дом, но я все еще здесь, я все еще жив. Ингибитор, остановивший его лимфому, вышел на рынок и внес коррективы в расписание тысяч онкологических смертей. Кейти Джонс среди 87% выживших. Нью-Йорк на проверку. Ему теперь не скоро.